здравствуйте мои любимые подписчики и гости моего канала время летит быстро а так хочется все успеть не так уж далеко и до рождества и нового года у меня остались шары недоделки с прошлого года в следующем видео мы вместе с вами их доделаем а сегодня я хочу показать как можно сделать из чего можно сделать кисточки то есть украшения к нашим работам они могут пригодиться не только к новому году вообще можно украшать и работы можно повесить где-то на комод украсить детскую комнату можно подарок украсить кисточкой то есть применений очень много может быть придумать куда их можно применить вот есть конечно покупные кисточки вот потом например вот у меня есть сережки вот такие они мне достались бесплатно подружка отдала вот но они в основном вот как-то серые и черные вот есть фиолетовые розовые вот такие есть как маленькие так вот такие средние вот как бы игрушки я не рискую черненькие повесить не знаю что то мне не очень хочется вот такие есть большие кисти но как бы тоже им им применение пока я не придумала будет видно ну вот эти тоже можно применить но не у всех они конечно есть поэтому я сегодня покажу как можно сделать легко и просто свои кисточки вот есть вот такая у меня люрексовая ниточка когда-то я вязала крючок ручком из нее вот она и синтетическая и с люрексом вот такая есть х бешная ниточка она идет наверное типа вот слов со нам но окно окрылка пишет закрыт окрылая ниточка и вот может и еще есть вот такие шторы и вот они бывают со стеклярусом идут такие и они мне были за длинные я в свое время когда-то отрезала вот эти кусочки остались я их не выбросила и вот потом подумала что можно их тоже применить напустить на кисточки сейчас покажу так сделаем вот такую кисточку я возьму картонку у меня здесь 9 сантиметра можно взять у кого кому какую нужно можно поменьше папа длиннее то есть какая кисточка кому нужна такой возьмете картонку я делаю 50 витков ниточка тоненькая сделаю 50 витков ниточку возьму х бешная потому что очень неудобно завязывать такой она развязывается лучше взять в тон хлопчатобумажная буду в 2 складывать чтобы она покрепче было нашу и еще вот когда завязываю я часто использую такой узел не один раз перекладываю а два раза вот так два раза она тогда крепче не развязывается она держится сейчас обрежу эту я оставлю нитку а эту опущу ниже и перекручу если мы сюда ничего одевать не будем значит я бы оторвала бы нитку завязала бы отдельно но так как у меня здесь будет еще одеваться колпачок я ее что вот так могу немножечко клеем прихватить ниточку так сейчас есть вот такие разные штучки но они мне сюда как бы не подходят вот она за широкая вот я эти прием больше применяю например вот если шар и вот наоборот сюда крепляю и отсюда уже идет кисточка потом есть вот такие тоже они неудобные живут некрасиво смотрится также я делаю к шару прикреплю есть вот такие вот они в куртках когда капюшончик вот завязываешь вот такие вот наконечники их тоже не выбрасываю собираю вот их хорошо можно сюда вот одеть если нету таких штучек сейчас покажу что можно еще сделать вот она одевается уже симпатичненько смотрится в принципе я сейчас покажу что можно еще сделать в одном например кружево вот остаются кусочки правильно можно там например вырезать цветочек где-то применить приклеить как аппликацию куда-то а можно применить и сюда вот я наверно сейчас сюда и применю на поуже брать кружева не обязательно такое широкое то есть используем то что у нас есть это можно было бы использовать вот такое можно если это будет такое вот исполнение тоже будет неплохо я уже начала сделаю с кружевом значит я соберу его здесь ниточку здесь прихвачу она ведь можно ниточкой прихватить принципе можно клея можно ниточкой вот такая кисточка у нас получилась подровняю и и рисунок на ну ниточку оставлю потому что я потом не знаю куда буду её применять вскоре не точка будет вот так положу и так дальше сделаем например сделаем вот такой вот шторы это у нас идет уже потолще и она будет толще чем вот эта кисточка поэтому мы сделаем здесь не 50 а 40 и так как у меня вот это хватает на два раза вот один раз и два раза хватает значит мне нужно будет 40 40 штук 40 значит 2 пополам из одной выходит у меня две штучки значит мне нужно 20 штук и вот у меня 20 штук сейчас я здесь держу 20 штук вместе все и делаю витки 2 сейчас канцелярским с крепкой канцелярской прикреплю также закрепим витки 2 и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И буду клеевым пистолетом клеить на горячий клей. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такая еще кисточка у нас вышла. Очень красиво смотрится. Сейчас покажу. Вот такая. Вот в шарах она как смотрится. Друзья, посмотрите, какие кисточки у нас получились. Они не хуже покупных. Вот если взять покупные, сравнить, чем они хуже. Мне даже интереснее еще. Мы добавили что-то свое. Здесь мы использовали вот такую тесьму. Тут вот такая. Здесь бусинка. Здесь такая бусинка. У меня такие сердечки есть. Разноцветные. Здесь кружевца. Остаток. Тут я кисточку сделала. Уже приготовила. Для шарика приклеить. Буду доканчивать свои недоделанные шары с прошлого года. Также буду снимать на видео. Буду делать банты. Если вам интересно, заходите. Мне будет очень приятно. Если вам было полезно мое видео, напишите комментарий. Поставьте лайк. А вам желаю крепкого здоровья. Всего самого-самого хорошего. С вами был канал Готту Мэйк. И я Татьяна. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok